Какая печка? Вайлет или Комета Вега? Дорожные стены им пофигу, они как были, так и есть. Я не знаю печку дешевле, которая бы выдавала вот такие вот режимы русской бани. Приедьте, попробуйте эту печку, решите нужна она вам или нет. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов. Вы спрашивали, что мы давно печку не показывали. Печка топится, топится и топится. Футболку скину, а то вся мокрющая будет. Специально в бане сейчас не стал прибираться, чтобы видели, что баней мы пользуемся. Видите, листья от веников лежат, что-то в последний раз не прибрались, пошли домой уже вечером, поздно парились. Я уже думаю, что-то идея какая-то у нас прям вообще была сжечь эту печку. Топим мы ее на сегодняшний день 810 часов. Представляете, 810 часов. С понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 часов вечера. Иногда выходные, когда гости приходят, баньку раз эту растопили, 5 раз топили еще ее в выходные. 810 часов. Это у меня получилось, я сейчас считал, 202 недели, по-моему. В году у нас 52 недели. И считайте, баня топится 4 года уже. Вот если в нормальную эксплуатацию бани перевести, это один раз в неделю по 4 часа. Да и то 4 часа это достаточно много. 4 года. Производитель сразу же мне сказал, что... А, горячо, я вон весь мокрый становлюсь. Что 2000 часов стопудово. Но что-то мне кажется, что еще больше. Потому что на данный момент, сколько я вижу, только колосники повело. Остальное все как было, так и есть. И у меня сейчас очень частый вопрос, который спрашивают, какая печка, Вайлетт или Комета Вега. Что могу сказать? Комета Вега более такая... Агрессивная что ли. Ну вот по сравнению, я имею ввиду с Вайлеттом и Кометой Вегой. Комета Вега более такая... Большей температуры, наверное, с ней. Комета Вега, она... Ой, это Вайлетт, она все-таки помягче печка. Но у меня была главная задача проверить, сколько эта печка живет. Так вот, уже 810 часов. Сейчас до зимы дотянем. Зимой будем топить. Хочу посмотреть еще, как сама баня будет себя чувствовать. Но вот за это, за все время, у бани повело вот эту вот внутреннюю стенку. Ее немного изогнуло внутреннюю стенку. Не наружные стены, наружные стены им пофигу. Они как были, так и есть. Нигде никаких щелей нету. Единственное, вот по этим сучкам, вот где микротрещинки, вот здесь вот по сучкам есть, если мы полностью закроем свет... Тем, пни дверь. Жарко не могу. Еще около печки сижу. Вот если полностью свет выключаем, вот здесь вот по сучкам, видно, светиться начинает. Вы говорили, что сарай, баня из доски. Ну вот, баня из 45-го бруса. Постоянно она топится. Здесь практически коммерческое использование у этой бани. И 810 часов эта печка уже топится. Это офигеть, как много. Жарко не могу. А, давайте покажу порог. Ковшик специально приготовил. У нас здесь стоит ведро. В ведре вода горячая постоянно. Но она от печи просто... Даже бака нету. От печи просто нагревается очень горячо. Сейчас расскажу, как на ней воду греть. Нет, сначала я расскажу, а то мне потом очень тяжко здесь будет. Смотрите, есть теплообменник. Я его сейчас принесу, покажу вам. Есть вот такой вот теплообменник. Не ставил его еще. Как буду на тысячи часах печку разбирать, поставлю вот этот вот теплообменник. На бок печи устанавливается теплообменник. Вот сюда вот, под решетку. Но у этой печки по трем стенкам идет нагрев. Огненные газы идут по трем стенкам. Если вы прижмете этот теплообменник к боку печи, где не идут огненные газы, у вас медленно вода будет нагреваться. Я просто слышал о том, что у кого-то вода медленно нагревается. Если поставить этот теплообменник на стенку, которая греется, через которую огненные газы проходят, вода нагревается быстро. До 60 градусов вода нагревается быстро. Мы это обязательно по времени все засечем. Вот на тысячи часах буду разбирать ее. И обязательно поставлю теплообменник. Сюда повешу бак. И будем проверять, как быстро вода нагревается. Люди приезжают париться с этой печкой. Предыдущее видео как раз было. Люди парили с этой печкой. Мы показывали. Вот все, кто приезжает, все, кто попробует, потом в итоге ее покупают. Давайте парку поддам. Покажу, как она свистит. Отлично. Печка свистит только в путь. Я опять весь мокрый стал. В общем, ребят, печка. Но я думал, что ее начнет вести гораздо раньше. Какие-то искривления по корпусу будут. Вот на пятистарых часах я ее разбирал. Ничего подобного не видел. Когда мы ее разжигаем, получается, сразу закладываем, наверное, килограмма 3-4 дров. Потом на поддержание, вот как она вот здесь вот в рабочем режиме у нас идет весь день. На поддержание, не знаю, пару полешек закинули, горят. Пару полешек закинули, горят. Пойдемте покажу, что она топится. Да, в принципе, и так видно, что она топится. Пойдемте сюда. Я просто там уже сидеть не могу. Пару весь мокрющий. Сейчас микрофон куда-нибудь на себе вот так вот. Оп, закреплю. Стекло чуть-чуть протирали, и то через него еще огонь видно. 810 часов уже топим. И вот видите, лежат два свежих полешка. Вот они еще горят. Те полешки догорали, и каждый раз вот так вот по два полена закидываем, и она постоянно идет в процессе горения. Зольник не полностью закрыт. Вот так вот полностью закрыт. Приоткрываем его миллиметров на 7, на 8. И вот в этом режиме мы ее постоянно топим. Печка мне очень нравится. Я бы ее назвал одной, наверное, из бюджетных печей для русской бани. Я не знаю печку дешевле, которая бы выдавала вот такие вот режимы русской бани, и не перегревала парную. В ней можно сделать 80-90. Если хотите постараться сделать 80-90, можно сделать в ней 80-90. Но рабочая ее температура где-то 60-70 внутри парного помещения. Влажность, какую надо влажность, такую влажность и забабахали в ней. Все цены есть. Ай, дайте сюда выйдем, покажу. Все цены есть либо на официальном сайте, либо на сайте дачного эксперта. Просто в интернете наберите дачный эксперт. Это ребята, которые нам дрова сюда покупают, чтобы мы делали испытания этой печи. По бани кедровый рай, по печам, либо на официальный сайт заходите, он будет внизу, в описании, грильдэ. Либо сайт дачного эксперта внизу будет. На него заходите, цены смотрите. Потому что цены периодически меняются. Не знаю точно, какая цена, хотя мы ее тоже продаем. Но я сам постоянно захожу на сайте, сравниваю, смотрю, какая цена там есть. Кстати, сейчас те, кто у меня покупает эту печку, ковшик дарю. Обалденный вот такой вот ковшик. Сейчас в фотографию его вставлю. Вообще ковшик зачетный. Ну а кто хочет приехать, попариться с этой печкой перед покупкой. Вот решили печку покупать. Лучше всегда попробовать эту печку. Приедьте, попробуйте эту печку. Решите, нужна она вам или нет. И только после этого покупайте. Это касаемо не только этой печи, это в принципе всех печей. Очень всем рекомендую сначала попробовать. И кстати, вот эта вот печка, она была в бане чемпионской на чемпионате России по банному мастерству. Вот я сейчас на бане фест ездил. Вот там, на этой печке само соревнование и проходило. Я еще хочу... Пойдемте обратно. Я еще хочу Сергея Грильде попросить. Серега, стопудово это видео смотреть будешь. Давай сюда поставим облицовку. Хотя бы на половину печи, а вообще желательно на всю печь. Я хочу сравнить ощущения вот просто от металлической печи и печи в облицовке. Здесь что очень хорошо. Пойдемте опять в парное помещение. Здесь что очень хорошо. Здесь можно вот эти вот ламели, вот эти вот ламели снять и повешать облицовку. Сначала купили печь без облицовки. Появились деньги, купили облицовку, облицовку сюда повешали. И вид у печи будет другой. И как мне кажется, все-таки ощущения от печи будут совсем другие. Так что я думаю, что Серега согласится. Сделаем сюда облицовку. Посмотрим, как с облицовочкой данная печка будет. Так что приезжайте, пробуйте и только после этого покупайте. Так что, ребят, было видео полезно. Ставим палец вверх. На канал подписываемся. И давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok